Детская городская поликлиника номер один Каменско-Шахтинского недавно была оснащена современным медицинским оборудованием. В нашей стране успешно реализуется национальный проект здравоохранения. Он включает в себя 8 федеральных проектов, один из которых – развитие детского здравоохранения. В рамках него наш город получил медицинское оборудование на сумму 25 миллионов рублей. В городскую поликлинику номер один микрорайона Заводского установлено, успешно работает рентгеновский аппарат цифровой, современный, плюс 12-канальный электрокардиограф. Поликлиническое детское отделение центральной городской больницы получили оборудование ультразвуковой переносной аппарат, ультразвуковой стационарный аппарат, оборудование для офтальмологического кабинета, оборудование для лор-кабинета, это лор-комбайн и фиброларингоскоп. Помимо этой техники получен гематологический анализатор крови, который будет использоваться для проверки анализов детей как при профилактических осмотрах, так и при клинических исследованиях во время болезни. Новый аппарат проверяет кровь по 34 показателям. Все это оборудование позволит нам, врачам, правильно ставить диагнозы, своевременно и качественно подходить к назначению лекарственных препаратов. Также профилактика, профилактическое наблюдение детей, это очень важное звено нашей работы. По приказу 514Н дети проходят ежегодные профилактические осмотры, плюс диспансеризация детей-сирот, трудная жизненная ситуация, дети, находящиеся под опекой и попечительством. То есть это оборудование послужит нам очень большим подспорьем. Некоторые болезни настолько коварны, что распознать их непросто. Но новое оборудование позволит каменским врачам улучшить качество детской медицины в городе. Нужно помнить, что профилактировать болезнь лучше, чем ее лечить. Елена Письменская, Леонид Киселев, ТРК Каменск-ТР. Специально для программы «Время местное». А в Никлиновском районе в рамках национальной программы «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение» диспансеризацию прошли более 300 пожилых людей. Этот микроавтобус с надписью «Демография» регулярно, дважды в неделю, подвозят из разных сельских поселений к Никлиновской районной больнице и поликлинике пожилых людей для прохождения профилактического осмотра и диспансеризации. Микроавтобус получен благодаря Министерству труда и социального развития Ростовской области в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». В дороге и при проведении дополнительного медицинского обследования граждан сопровождают медработник и представитель Центра социального обслуживания населения. В ЦСО Никлиновского района создана мобильная бригада в составе специалиста по социальной работе и водителя, которые занимаются доставкой граждан на обследование. Граждане такой услугой довольны. Прежде добираться до районной больницы из дальних сел им было нелегко. Все приятно, что подошла машина, сказали, какому подойти время, подошли, сели и поехали. Или ездить попутными таксичами или маршрутками. Для нас пожилых, конечно, это хорошо очень. В поликлинике граждан, приехавших на профосмотр, уже ждут. Составлены списки, заведены карточки. Прием осуществляется без очереди. В профосмотр и диспансеризацию входят следующие обследования. Это прохождение флюорографии, маммографии для женщин, исследование глюкозы крови, исследование холестерина крови, общий анализ крови, осмотр терапевта с заключением назначения лечения, обследование дополнительное, всех вещей, которые входят в профосмотр и дополнительную диспансеризацию. Большое спасибо, что о нас, старика, беспокоятся, что мы еще кому-то нужны. Не только, когда работали. Любовь Кучеренко, Сергей Киянов, телеканал МИУС-ТВ. Специально для программы «Время местное». Осень. Время подводить итоги. В том числе и по программе «Комфортная городская среда». Смотрите сюжеты наших коллег из Красного Сулина и Сальска. На территории Красносулинского района продолжается реализация президентского федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках этого мероприятия преображаются общественные пространства, излюбленные места отдыха горожан – парки и скверы. Мы сейчас уже выполняем работы по благоустройству в одном парке. В прошлом году мы приняли решение принимать участие в федеральном конкурсе «Формирование комфортной городской среды». Прошли в полуфинал с парком по улице Первомайская, но, к сожалению, там не победили. Но выступили с этим же проектом на областном конкурсе и получили денежные средства. В этом году планируется выставить на федеральный конкурс две территории. Для этого жителям Красного Сулина представится возможность оставить свой голос на специально созданном сайте. Безусловно, будет проведен соцопрос среди населения, будет создан сайт, где люди смогут оставить свои заявки. Приоритетным участником также является сквер, расположенный в поселке Несвятой Гресс по улице Центральной. Это место имеет удобное расположение, где собирается большое количество людей. Он располагается, скажем так, в достаточно удачном месте для всего поселка Несвятой Гресс. Там проживает достаточно большое количество жителей. Рядом располагается спортивная школа, дворец культуры – это именно городской. В ближайшее время на официальном сайте администрации городского поселения будет составлен список объектов, участвующих в конкурсе. Все это в интересах жителей Красносулинского района. Итоги будут подведены до конца года. Екатерина Дорошева, Николай Панарин, Дмитрий Соболев. Специально для программы «Время местное». Через три недели в центре откроется новая парковая зона. Территорию ростовский подрядчик благоустроит за 18 миллионов рублей. Со стороны улицы Кирова уже готова автостоянка, выполнена большая часть работ по укладке тротуарных дорожек. Лавочки, тренажеры для сдачи норм ГТО установят чуть позже. Проведут озеленение. Не будет главного объекта – летней спортивной площадки для занятий волейболом и баскетболом. При работах выявилось, что как раз посередине этой площадки проходит теплотрасса. На балансе тепловых сетей она не стояла, ремонтировалась 8 лет назад и продолжает эксплуатироваться. В охранной зоне инженерных сетей проводить строительные работы запрещено. Какой объект появится на пустующем участке – неизвестно. К 1 ноября сдать должны парк Ванцетти в микрорайоне Новосальска. Подрядчик тоже из Ростова, но фирма другая. Сейчас основные силы строителей брошены на дорогу. У нас основание, значит, уплотненный грунт, уплотненный щебень 40-70, потом идет, значит, ну это пирог, да, идет 5-20 щебень, песок и песко-смесь. Установлены биотуалеты. Монтируется летняя сцена, где будут выступать творческие коллективы. Три игровых площадки готовят под резиновое покрытие. Спортивное оборудование уже опробовано местными жителями. Чтобы парк Ванцетти стал любимым местом отдыха жителей микрорайона, только в прошлом году на его благоустройство было потрачено 26 миллионов рублей. И еще 33 миллиона в этом году. Объект строители взяли под окрану. Когда все закончит, будет работать система видеонаблюдения. Галина Соколова, Артем Мирошников. Специально для программы «Время местное». Главное участие. Победы впереди. Ростовская детская академия «Чайка» дебютировала в юбилейном турнире. Турнир памяти Ивана Платоновича «Чайка» проходит ежегодно. В этом году он стал юбилейным. Ему исполнилось 25 лет. В этот день сразиться в поединке приехали 4 команды. Ставропольская футбольная академия «Кожаный мяч», футбольные клубы из города Краснодар, «Армавир» и, конечно же, команда из Ростовской академии «Чайка», для которых это соревнование стало дебютом. Все мальчишки 2007 года рождения. Открыла торжественное мероприятие дочь Ивана Платоновича Мария Ивановна «Чайка». Турнир называется или носит имя Ивана Платоновича «Чайки». Но я думаю, что правильнее будет сказать, что этот турнир посвящен всем тем, кто когда-то играл и посвятил, страстно посвятил свою жизнь футболу. На протяжении всего матча игра была напряженной. Соперники ни на минуту не уступали друг другу. Сохранять боевой настрой и сплоченность командам помогали тренеры. И, конечно же, не обошлось без группы поддержки. На тренировке у нас было не совсем много времени. Мы многое не успели, и поэтому здесь у нас будет, как бы сказать, если не с чистого листа, то многого нам не удалось сделать, потому что он короткий промежуток времени. Но ребята самоотверженно настроены, тренировались с большой самоотдачей. Первый гол «Чайки» в турнире забил правый нападающий Никита Стрельцов, открыв счет в матче со Ставропольской школой имени Романа Павлюченко. Каждый клуб сыграл в круговую по три матча. В итоге победили краснодарцы. Распечатать ворота Краснодара сумел лишь футболист нашей команды Матвей Тороп, забивший гол после рикошета от рук вратаря. Впрочем, этот матч закончился со счетом 3-1, не в пользу ростовской команды. В этом турнире «Чайка» заняла четвертое место. Лучшим полузащитником турнира по итогам всех сыгранных матчей был признан ростовчанин Марат Гастаров. Алексей Якунин, Евгений Трачук. Специально для программы «Время местное». Река жизни. Фестиваль под таким названием провели люди серебряного возраста в Октябрьском районе. Участники сообщества «Активное долголетие» пришли на праздник, чтобы получить массу положительных эмоций, испытать силу воды, продемонстрировать свои способности, умения и навыки. То, чему научились на занятиях по плаванию. Сегодня мы проводим мероприятие для первого потока. Это река жизни, межпоселенческий заплыв. У нас присутствуют не только участники проекта, но и гости из поселений Октябрьского района. На базе бассейна автономной некоммерческой организации дополнительного образования спортивно-оздоровительный центр «Здоровое поколение» проводится проект «Активное долголетие для пожилых граждан». По обычаям на праздник приглашают гостей. Сегодня ими стали прекрасные представители серебряного возраста из пяти поселений Октябрьского района. Приложив ладошку к ладошке, участники познакомились и подружились. Также выполнили ритуал благодарения и сбросили с себя ненужную энергию. Такая самоутверждающая разминочка. Очень всем нравится. Спортивно-здоровительный праздник «Река жизни» проходил в два этапа. Заплыв и эстафета. И участвовали две команды – «Дельфинчики» и «Русалки». Все участники праздника получили сувениры и сертификат за участие в реализации социального проекта «Активное долголетие», направленного на улучшение самочувствия, качества жизни и физической активности граждан серебряного возраста. Сезанна Петросян с телекомпанией «Ведиатом» специально для программы «Время – место». День рождения села. В Слободе Колушкино Тарасовского района умеют славно трудиться и весело отдыхать. В живописных местах расположена Слобода Колушкино Тарасовского района. Состоялся яркий и запоминающийся праздник, на котором говорили о том, что местные жители умеют отлично трудиться и хорошо отдыхать. У вас живут прекрасные люди. Именно их беззаветный труд создал Слободу Колушкино, такой, который она есть сегодня. Своим повседневным трудом вы выполняете общую задачу по сохранению бесценного исторического наследия, приобщению нового поколения к лучшим традициям прошлого. Главным направлением развития сельских территорий является натуральное хозяйство и возделывание земли. На сегодняшний день государство взяло такое направление вектор развития сельских территорий. На сегодняшний день те населенные пункты, в которых бизнес, неважно, агробизнес, торговля, принимают участие, получают приоритеты в получении средств на развитие территории. Местные творческие коллективы и артисты задавали радостный и веселый тон всему мероприятию. ПЕСНЯ Самая лучшая оценка праздника – это мнение жителей. И стоит отметить, что они не скупились на похвалу. Очень все понравилось. Организовано прекрасно. Работники ДК постарались. На самом деле, прям хорошее впечатление. Владимир Зеленский, Евгений Кривенко, Миллерский телеканал из Тарасовского района для программы «Время местное». На сегодня это все. Мы желаем вам только хороших новостей, о которых с удовольствием расскажем в нашей следующей программе ровно через неделю в это же время. Время местное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова